Музыка Говорят, что перед Новым годом желания сбываются. Если бы меня, как музыканта, спросили, о чем же я мечтаю, я бы сказал, что давно хочу, чтобы в самом старом театре полуострова наконец-то открыли оркестровую яму, давно заколоченную. Быть может, в 20-м году желание исполнится. С чего начинается новогодний праздник? Запах от цитруса в их ароматах вои блестящих шаров, мерцающих снежинок. Однако хорошо известно, что на юге с зимними осадками возможны перебои. Восполнить недостающий компонент может только настоящая сказка. Волшебство, которое будет близко и взрослым, и детям. Именно такой продукт создали в Академическом русском драматическом театре имени Максима Горького. Щелкунчик для наших детей крымских. Я всегда думал, как бы вот эту великолепную, великую музыку Чайковского, чтобы услышали наши дети. Ну, понятно, запись. Сейчас носители хорошие, звук хороший. Но живой звук ничего не... невозможно его заменить. У нас будет живой оркестр Камерны Карлова. Уже начали с первой репетиции, уже две или три репетиции были с оркестром. И, конечно, я сижу в зале на репетиции. Вот этот живой звук – это что-то невероятное, счастье. Вот, в принципе, из-за желания музыки появилась идея Щелкунчика. А нам все-таки 200 лет, в 21-м году исполнилось в нашем театре. И вот эта акустика, которая не нарушилась, слава богу, ничего не поломали. Иногда что-то реконструировали в зрительном зале, и акустика пропадает. Вот. И у нас, конечно же, еще у нас есть оркестровая яма. Она с 70-го года не работала. Ну, как бы ни было. Вот мы ее, наконец, открыли. Где должен сидеть оркестр? Как в нормальном, большом театре, что оркестр в яме. Думали, может, где-то на сцене. Ну, оркестр должен быть в яме, как по классическому жанру. Мы стремились именно сделать не какой-то такой а-ля стильный спектакль, а хотели сделать такой действительно классический вариант. Чтобы были красивые декорации, красивые костюмы с натуральными париками. Парики очень красивые делают наши постежеры. Ну, лучше, вот я, что бы вам ни рассказал, понимаете, и, конечно, сейчас нам надо лучше пойти, посмотреть, сейчас репетиция начинается. Посмотреть, что вы своими глазами увидите. И яму это увидите, и оркестр увидите наш живой, и Карлова дирижера. Вот. Я думаю, давайте спустимся в зал. Синтез музыки и театра. Премьера спектакля «Щелкунчик» состоялась 26 декабря. Полный зал зрителей разлился цунами рукоплесканий. Но, глядя на праздничное убранство сцены, зритель едва ли задумывался, сколько людей работало над постановкой, чьими руками создавались уникальные объекты реквизита. Роли злых и агрессивных мышей будут играть дети. Для них сделано 8 вот таких вот удивительных масок. Их анатомичность и мастерство исполнения впечатляет. Любовь Курганова в театре Горького работает всю жизнь. Для нее уютный декоративно-оформительский цех «Второй дом». Говорит, что с годами труд Бутафора выработал в ней особую изобретательность. Над созданием некоторых атрибутов спектакля часто приходится ломать голову. К кончику у нас стал вопрос, как сделать челюсть из шляпы, которая не сгибается, чтобы ему это все не мешало. Вот придумали вот такую конструкцию. Это, получается, одевается за уши. Это на уши, это сверху на голову. И зубы. И зубы. При этом одевается еще сверху шапочка, которая тоже должна не мешать. Ну и парик. Вот вместе получается вот такая конструкция у нас. Спектакль с ноля за несколько недель. Непростую задачу осилили работники за кулисья. Марина Нефедова – мастер живописного цеха. Для постановки по масштабированным эскизам создала 8 задников сцены. Рассказывает, что за 40 лет, проведенных в театре, часто сталкивается с нехваткой времени. Кстати, на большую сцену делать гораздо проще, чем на какие-то малые площадки. Потому что тут другой подход. Тут труд, скорее, живописца-монументалиста. Вот это вот то, что мы сейчас делаем. Вот оно. Свободно. Да. Это по одной. Это вот оно пока что в разобранном виде лежит. Все детали. Ну, это то же самое. Только это уже преображенные. Для нее и ее коллег даже работа по ночам не помеха. Зрителю не важно, насколько ужаты во времени художники. Имеет значение лишь то, насколько правдоподобна созданная сказка. Солидарны с Мариной и мастера пошивочного цеха. Здесь у нас идет работа накидки на станки. Здесь шьют костюмы мышат. Вот эпалеты, которые будут пришиты. Это платье матери героини. Скажите, а для чего эти объемные шифты? Ну, это идея художника создать объемный рисунок. Он будет на сцене выигрышно, красиво смотреться. Это у нас эскизы. Они выполнены в черно-белом цвете, но художник выбрал образцы материалов. Костюм отца будет выполнен из жаккарда. Портьерный жаккард. Украшен вышивкой, которая вырезается из тюля. У нас два состава. То есть каждый костюм будет продублирован каждому артисту индивидуально. Около 10 мужских костюмов, где-то 4-5 женских. И у нас дети. 8 мышей и 8 солдатиков. Когда костюмы готовы, а сцена убрана, до одушевления сказки остается один шаг. Наполнить пространство музыкой. Маэстро, позвольте вас отвлечь. Здравствуйте, Денис Георгиевич. Здравствуйте. Рад вас очень видеть. Вы сегодня в полном составе? Абсолютно в полном. Обратил внимание, что, казалось бы, щелкунчик произведения Петра Ильича Чайковского. Но у вас звучит сборная солянка произведений. И Мусоргский или Мусоргский? Да, Модест Петрович Мусоргский. Мусоргский. Да, дело в том, что при жизни действительно фамилия сама и род Модеста Петровича это происходит из действительно очень известного дворянского рода рюриков. Поэтому при жизни Модест Петрович очень просил, чтобы его назвали правильно. Модест Петрович Мусоргский, он просил. Почему вы включили музыку Мусоргского в ваш концерт? Дело в том, что вообще спектакль «Щелкунчик», да, совершенно верно. Петр Ильич Чайковский, наверное, если взять в мире, это самое яркое выражение именно русской культуры. Но Модест Петрович отличается очень яркой характерностью образов. И спектакль становится интересным. А вы могли бы проиллюстрировать нам Бабу Югу? Да, конечно. Могли бы. Модест Петрович. 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 И как вам играется в старой оркестровой яме? Ну, меня что действительно поразило, с самого начала, что я прошел, проверил звук по всему театру, вот от самых последних рядов, второй ярус и потрясающая акустика. Причем у нас не было никакой звукоусиливающей аппаратуры вообще. И не будет? И не будет. Порою приходится уходить на низкие нюансы, на тихие нюансы, чтобы реплики актеров было хорошо слышно. А Денис Георгиевич, какие еще произведения Мусоргского и Чайковского вы используете? Из каких альманахов? Ну, из Петра Ильича и Чайковского, конечно, это полностью сюита, щелкунчик. Основные номера, то есть, используются здесь. И, конечно, если говорить еще, у нас также из детского альбома «Сладкая греза». А что, покажете нам? Да. Субтитры создавал DimaTorzok Щелкунчик – одно из самых таких ярких произведений Чайковского. Есть какой-то номер из сюиты, который вас лично больше всего трогает за душу? Ну, пожалуй, самый яркий именно по драматическому, такому, да, драматургическому наполнению, конечно, это адажио знаменитое из сюиты «Щелкунчик». Чайковский – это величайший драматург. И то, как он умел вообще в свои сочинения, в свои музыкальные полотна вообще включить идею, и идейность, и философию, конфликт борьбы жизни и смерти. Вот этот извечный вопрос «Быть или не быть?». И вот Петр Ильич, и, наверное, никто как другой сумел вот эту конфликтность всю воплотить именно в ряде музыкальных форм. И вот именно на ПДД, кстати, на адажио знаменитом, и можно прочувствовать действительно вот этот вот конфликт и драматургию напряжения, вот это, которое заложено в музыке. Вот, казалось бы, да, обычная гамма, нисходящее движение, да, сначала идет в одной тональности, потом идет уже модуляция отклонения в другую тональности, да. И уже ниже. Казалось бы, всего обычные ноты, поступенное движение вниз. Но уже вот в этих вот ступеньках вниз уже заложена идея. Вы нам покажете? Конечно. Спасибо. 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 Музыка. Музыка. Музыка к Щелкунчику написана для Большого симфонического оркестра. Однако сказку можно создать и усилием камерного состава. Не столь важно кто, значимое как. Только вложив душу живых людей, актеров, дренеров, пастежеров, художников и музыкантов, получится оживить Щелкунчика и заставить поверить в торжество любви и добра все поколенные зрители. Спасибо.